Это город Костюковичи, который включает в себя 13 городов, и 25 тысяч населения проживают в городе Костюковичи. Есть многогодовая связь с восточным уголком Белоруссии с 1990 года. Сегодня у меня в гостях председатель этого сообщества «Дружба» между городом Костюковичи и Дитсенбаховым. Это господин Дитмар Кольма. Добро пожаловать! Многие годы вы являетесь председателем этого сообщества. Вы можете нам рассказать, как к этому сотрудничеству пришло тогда, когда события в Чернобыле произошли? Начался процесс поиска в Европе городов, кто бы мог помочь Чернобылю, Белоруссии, людям, областям. И, конечно, после разрушения, следствия разрушения Чернобыля, которые до сегодняшнего дня нас занимают, мы перешли к этому проекту, что, конечно, что и мы до настоящего времени поддерживаем контакты с Белоруссией. Сначала, поначалу это были контакты, конечно, с учениками, но мы поддерживаем теперь и также контакты с учителями. Сегодня, например, в 4 часа у меня состоится видеоконференция с одной школьницей о ее перспективе на будущее. Это значит, что люди с восхищением и энтузиазмом учат немецкий язык и восхищаются немецкой культурой. Десять лет назад был факт, что немецкий язык изучался как основной, первый язык в школе. Сейчас, конечно, можно изучать и английский язык. И школьная система есть не такая, как в Германии, что есть обязательство изучения двух языков. Конечно, мы заняты процессом дальнейшего развития языкового базиса. После того, как мы обнаружили, что у учеников произошел прогресс изучения немецкого языка, мы решили также улучшить базис преподавания немецкого языка и у преподавателей, у учителей. И с 2017 года есть программа для учителей, которая поддерживается Министерством образования, восемь преподавателям, проводя две недели в году здесь, в Германии, чтобы улучшить методику их преподавания в школе. Конечно, Беларусь поддерживает контакты с Россией. В настоящий момент у нас есть проблемы из-за политической ситуации, что касается въезда и выезда в Белоруссию. Но мы надеемся, что в этом году у нас состоится партнерство и обмен учителей. В принципе, обмен информации происходит между людьми. Надо поддерживать отношения между людьми. А тот сценарий, который сейчас ведут политики, он зависит не от простых людей. Немного о вас. Вы были заместителем мэра города Дитценбаха, работали главным криминальным инспектором на государственной службе. В настоящий момент вы находите на пенсии, и, несмотря на это, занимаетесь такой кропотливой работой сотрудничества с городом Костюковичи. Откуда вы берете мотивацию? Что служит для вас лично стимулом для этой работы? Подход к людям, коммуникация и обмен культуры, менталитета. И, в принципе, то, что мы все одинаковы. Нас отличает только язык. А что касается культуры, то мы можем очень просто провести параллели. И это позволяет мне чувствовать себя в Белоруссии как дома. На примере питания я могу сказать, что, допустим, драники, пончики или голубцы можно найти тоже и в немецкой кухне. Какие у вас есть планы на будущее или, конкретнее сказать, на этот год? Теоретически должна будет состояться опять поездка в июне этого года. И мы надеемся, что сегодняшняя ситуация позволит нам пригласить учителей, чтобы они смогли принять участие в двухнедельном семинаре. Мы желаем вам много успехов на будущее, продолжение такого замечательного проекта в Европе. И, надеемся, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин